Здарова пацаны и девчата, и как всегда на связи дядя Ярик. Сегодня у нас уже 25 серия рубрики пути от бомжа до миллионера на таком мобильном КРМП практике как смарт-РП. Кто не знает, то я играю на 0,2 сервачке, куда я вас всех, братва, приглашаю играть вместе со мной. Ну и после регистрации про самый топовый промокод Ярик не забывайте, ибо за него вы получите баблишко на ход ноги. Если что, все ссылочки на скачивание игры оставлю в описании этого ролика. В сегодняшнем видосе, братва, расскажу, как я успешно налутал баблишко и словил свой первый бизнес. Какая же там примерная будет прибыль, во сколько он не обошелся, про это все вы узнаете прямо сейчас. Ну а давайте, друзья, теперь все по порядку, как я к этому пришел. Начнем, пожалуй, с того, что как ни крути, а топ работы в плане заработка остается профессией инкассатора, ибо на данном этапе весь главный заработок идет именно оттуда, учитывая тот факт, что я имею полностью прокачанный навык. Также для разнообразия, конечно же, решил немного поработать машинистом поезда, начав свою поездку в 0.39. Команда разрабов, конечно же, красавцы, что смогли реализовать на мобильный карампе проект поезда и работу машиниста, но, конечно же, хотелось бы прибыль чуток повыше за один рейс. Ну а так, справился же с маршрутом чисто на опыте ровно за 15 минут. Увы, теперь зарплата на первом скиле 34 с половиной тысяч. Да, может и на седьмом левеле это хорошие деньги, но, как ни крути, надо будет долго упахивать, чтобы апнуть очередной скилл, дабы получать реально хорошие деньги. И, как мне кажется, все же лучше работать на инкассаторе, так как, в принципе, там зарабатывать можно больше в ближайшей перспективе. Чем, в принципе, я и дальше занимался, ибо работенка довольно спокойная, и себе потихонечку на фулл скиле лутаешь по 20 касиков в среднем за 3-4 минуты. Чисто топ заработок, как по мне. Таким макаром, имея на балансе 2 и 3 миллиона, ничего лучше не придумал, как ночью испытать свою удачу в касике. Рисковал, скажу так, по-крупному, и так делать никому не советую, тем более новичкам, но мне дико повезло, и много ставок оказалось выигрышными. Тем самым, чисто за минут 5 поднял полтора ляма. Ну и теперь с крупной суммой на руках отправляемся к Безаку, который вот-вот должен был слететь, да и по факту он находится практически рядом с домом Фомы, что весьма круто. Относительно недавно узнал, что на смарт-рп можно чекать статистику абсолютно любого бизнеса с помощью команды слэш без инфо. Именно благодаря этому узнаем, что данный бизнес оплачен всего лишь на один день. По времени 4.03, и это означает, что через час после рестарта этот магаз по идее должен слететь. Поэтому, конечно же, решил дождаться, когда он будет в госе, и я себе без печали его словлю, так как все будут спать, и конкуренции не будет. Ну и в принципе, инфа оказалась верной. В 5 утра этот безачок уже был в госе, правда чуть больше 100 тысяч не хватало на ловлю. Дабы не тратить время на поездку в банк, чтобы снять там недостающую сумму денег со своего счета, решаю просто слить в гос самую дешевую тачку с автопарка своей Фомы. Ну и наконец-таки наступает долгожданный момент, когда я стану чисто на спокухе владельцем своего первого бизнеса на смарт-рп. Сразу прописываем команду «slash by biz» для его покупки, ознакомливаясь со всеми моментами, ну и конечно же соглашаюсь. Далее уже через меню планшета чекаем все о своем бизнесе. Жалко, конечно, что почти тех 2 ляма, которые были на балансе без АК, обнулились, но да и ладно, в любом случае, этот бизнес стоит как минимум в 2 раза дороже, поэтому суета получилась окупная. Сразу же по фасту залетаем в банк, чтобы оплатить налоги за свой магаз, чтобы потом также его не потерять. Уже дальше, снова около магаза, начал выставлять цены на товары со своей минимальной наценкой. Так как по умолчанию, сразу же после ловли все товары стали по закупочной цене, то чтобы не уходить в минус, ставлю небольшую наценку за каждый товар. Что будет получаться по финке за день пока хз, но думаю минимум по 100 кассиков, судя по статистике доловли этого бизнеса. В принципе, теперь уже есть смысл копить денежку на какую-то АЗС, чтобы реально стать успешным игроком на проекте. Впрочем, братва, это уже совсем другая история. На сегодня же, друзья, всем вам я желаю удачи и крепкого здоровья. С вами был дядя Ярик, до новых встреч, пока, пока.